Бесконечная структура, она может рассчитана быть и показана, что она стабильна. То есть энергия ее, в общем-то, действительно отрицательна. Но по величине, конечно, выше лежит, чем, ну, менее, как говорится, стабильно, чем графит. Но, если вы посмотрите на структуру, вот на эту структуру, то вы видите, что у вас структура состоит, грубо говоря, из трех слоев. Раз слой, второй слой и третий слой. И в этой структуре отсутствует симметрия вот в этом направлении. То есть вы не можете получить эту же структуру, если вы перевернете. Таким образом симметрия ее нарушает. Бесконечные полосы также могут быть существовать. Но если вы возьмете, если возьмете учаток, то вы получите сетловую такую чешуйку. И как бы вы ее не увеличивали, у вас все время сетло было. Будет именно из-за нарушения симметрии расположения одного слоя. Но, вы видите, поскольку у вас есть вот это отрицательное, то есть если вы будете строить из слоя, будете вырезать и кольцо делать, кольцо возможно и оно более стабильно, чем вот эта плоскость. Если мы возьмем длинную ленту, то она вот так вот изогнется. Значит, нанотрубы, вследствие того, что у вас изгиб, механическая энергия изгиба, она дает только определенный изгиб, то у вас только, может быть, устойчивые в основном будут трубы, те, которые под этот изгиб подходят. То есть кривизна их, почти такая же кривизна, как вот в этом сетловом, вот, то есть только вот в этом участке. То есть, примерно, там, 7-7, ну, если мы будем тренировать. Если вы будете меньше брать или больше, то они оказываются неустойчивыми. Другое дело, если вы два слоя, вот, механические, которые, одно село вверх, на круглую вниз, то двойной вот такой слой, он устойчивый. Именно из-за того, что у вас механические напряжения при присоединении, у вас они устойчивые. И, конечно, кристалл, когда вы будете делать, то, в принципе, кристаллическая структура существует. И в этом смысле эта статья насчет кристаллической структуры совершенно... Но слой невозможен. Это вообще эффект существует. Мы говорим, а вообще это нарушение типа Диана Тейлера. Для структур, для двумерных, в базе двумерных.